Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, еще основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин говорил, что законность не может быть рязанской или казанской, она должна быть едина для всех на всей территории Российской Федерации. Эту же мысль постоянно в своих выступлениях проводил и проводит наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин. И вот, в конце концов, эта мысль, особенно в последние годы, проводится постоянно в жизнь. Мы видим, что для закона нынче практически нет никаких авторитетов, никаких заслуженных лиц. Если они нарушают закон, то они за эти нарушения, за эти преступления отвечают сполна. Вот и сейчас я хочу рассказать о подобном случае, который говорит о том, что взялись, наконец, из-за тех, кто должен охранять, но не охраняет народное богатство должным образом. 9 января нынешнего года в суде с последним словом выступил бывший министр лесного хозяйства региона, обвиняемый в получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей и крупном мошенничестве. Свою вину подсудимый полностью отрицает и считает, что его просто оговорили. Я напомню, что по данным следствия с марта 2018 по март 2020 года этот министр через своего брата, выступающего в качестве посредника, получил от лесозаготовителей взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Взамен министр выделил фирме, давшей взятку, прибыльные лесные участки и помог быстрее получить разрешительные документы для вырубки деревьев. Кроме того, в период августа 2018 года этот вороватый министр получил от знакомого бизнесмена 1 миллион рублей за содействие при заключении договора аренды лесного участка. Но, видимо, тоже для вырубки, а не для собирания ягод и грибов. Как отметили в прокуратуре, министр не мог повлиять на процедуру торгов, то есть, получается, что он совершил элементарное мошенничество. В своем последнем слове экс-министр заявил, что он всегда был честным служащим и его просто оговорили. Свою вину он категорически отрицал на следствии и отрицает в суде. Деньги он от брата, мол, получил в качестве неких займов и других семейных финансовых взаимоотношений. То есть, займы, типа, ему дали или вернули долг. В ходе судебных прений заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, заметьте, что в деле региональном участвует зам генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он поддержал гособвинение и запросил зам генерального прокурора в районном суде, подчеркиваю. Запросил назначить подсудимому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а также 17 миллионов 800 тысяч рублей штрафа и плюс 14 лет лишения права занимать определенные должности после освобождения из колонии. Прямо говоря, очень и очень и очень внушительные требования или обращения прокуратуры. А прокуратура, это выступает от имени государства, обвинителем в суде. Очень большой срок, очень большие санкции. И, видимо, это показательная порка, чтобы другим неповадно было. Ну, а мы, друзья, надеемся и свято верим в законность и справедливость. Надеемся, что суд накажет бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, так его фамилия, по всей строгости закона. Ждать осталось недолго. Оглашение приговора состоится 19 января 2024 года в Советском районном суде города Красноярска. Друзья, с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. И спасибо, как всегда говорю, тем, кто поддерживает наш приют КТВАСЯ-67. Здоровья всем! Благополучия! Надежды, перерастающие, может быть, уже в уверенность на торжество законности и справедливости, в отдельно взятой стране России. И мира нам всем! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok